...в историю их любви. И я думаю, далеко не каждый из вас знает историю их отношений. Даже нам с трудом удалось выведать лишь малую толику всех их тайны, секретов, которые мы вам сейчас обязательно расскажем. Так вот, первая встреча, ребят, состоялась в тренажерном зале. Юра, как обычно, шел на тренировку по регби, заглянул в тренажерку, увидел Ксюшу, обомлел и не удержался. Юра не зря занимается регби. В общем-то, он увидел цель, препятствий не увидел, сразу подбежал к Ксюше и выполнил программу «Максимум». Он не только познакомился, он еще и стрельнул у нее, как говорится, номер телефончика и в этот же вечер назначил первое свидание. Да, кстати, стоит отметить, что Юра не только настойчивый, но еще и очень пунктуальный мужчина. Вы не поверите, но на первую встречу, для того, чтобы не опоздать, Юра прибыл за полтора часа. После первой встречи, конечно, последовали вторая, третья, четвертая, пятая, но скрепили отношения ребят, пожалуй, не самые позитивные события в жизни Юры, потому что на одном из рюбийных матчей он сломал себе плечо. Да-да-да, и тут понеслась больница, операция, но за этим последовали приятные моменты, потому что Ксюша готовила пустые тортики, супчики, в общем, всячески задоволивала своего любимого. И, собственно, как раз вот этот сложный, непростой период послужил толчком к важному решению, решению жить вместе. Да, а кто-то, кто очень хорошо знаком с Ксюшей, наверняка знает, что она сторонник здоровой еды. Так вот, она очень старалась для своего любимого Юрочки. Каждое утро готовила вкуснейшую овсянку с разнообразием ягодок и мяду. Спасибо.